Мы жители посёлка Загородный Краснокутского района. Обращаемся к вам по поводу того, что у нас перекрыли дорогу. Так как наш дом стоит поперёк, перекрыли дорогу, не может подъехать ни скорая, ни пожарная. И не только, да, не похоронная тем более. Вот эти дома, стоящие рядом, тоже, к ним тоже нельзя ни подъехать ниоткуда. Почему? Потому что здесь лужи, там грязь, бывает снегом, всё перекрыто. Вот это у нас одна дорога. А въезд к ней сделан... Закрыли. Закрыли, да, вот надо нам решить этот вопрос. Оль, давай. Начинай. Канализация. У нас забилась канализация неделю. Мы звоним везде. МЧС, администрация, водоканал, водоканали через раз берут трубку. Вот вчера позвонила я уже в прокуратуру, в Саратов. Вот сегодня утром откачали. Качали ровно 30 минут. Мозги клепали ровно неделю. Вот теперь под нашим... У нас в подъезде, там у нас колодец. Вот он теперь же полной канализации. Когда он высохнет? Это вот эта вся вонь будет у нас в подъезде стоять? И в квартирах везде? Так, еще давай нам... Мы просим очень губернатора помочь нам. Дело в том, что к главе администрации Гречушкиной мы обращались. И не раз, несколько раз. Она нам обещала, что все это уберется, но под ее руководством были поставлены вот эти вазоны. Наш сахус никому не принадлежит. У нас нет руководящей компании. Тарифы повышаются. Мы везде платим. Ремонты никакие не делаются. Крыша у нас обвалилась. Мы за свой счет как-то залатали. Она все равно течет. Дорогу вон под окнами у меня там траншею уже сделали. Так что... Щебенку к подъездам вот завозим за свой счет. Вот, щебенку мы завозим за свой счет. Каждый подъезд вот складываемся мы. Мы же миллионеры. У нас лишние же деньги. Мы просим также прокурора Следственного комитета обращаемся к нему, чтобы нам помогли решить этот вопрос. Потому что здесь живут почти все пенсионеры. И женщины, у которых... Ребятишки. Скорая не может подъехать. А мы уже живем почти по 50 лет здесь. Строили эти дома. И полностью все зависело от нас. А теперь сами считаем, что мы вообще выброшены наш дом из дома. Да не только дом. А вот капитальный ремонт. Вот он зачем существует вообще? Вот мы канализации все меняем за свой счет. Вот, за свой счет. От подъезда меняем. И вот эту территорию, вот уличные вот придомные. Мы меняем за свой счет. Вот мы в том году меняли, вот нам 35 тысяч обошлось. Теперь у нас там грязь. Только в одном подъезде. Да, только это в одном подъезде. Только вот у нас грязь теперь, да, и мы теперь опять будем за свой счет завозить щепенку. А что он... Где взять деньги? Так, ну дело в том, что мы очень недовольны работой главы администрации. Потому что она слишком много нам обещала. Несколько раз обращались. Но вот и ныне там. Точно вот и ныне. Это дети у нас там в школу уезжают. На школьных автобусах. А видели, какой там срач? Там вот этот. Вот магазин или кто? Вот это все должен убирать. И вот эта вот избушка на Курихомо стоит на бехрень. Вот как там дети? Дождь, снег. Как они там должны стоять? Они бедные стоят, все мокрые, пока даже ждут эти автобусы. И на мусор надо еще на мусор сходить у нас. Там куча мусорной посмотреть. У нас там крысы уже бегают. Один бачок стоит на том мусорнике. Один бачок стоит. Разве мысли мои? А горы еще. А горы какие мусорные? Вот сходить посмотреть сейчас. Да там вообще не знаю, что творится вот на этой мусорке. Да и на том. В этом творится. Да что это? Жечь не разрешают. Нет. Жечь не разрешают. Да. А куда теперь вот его девать? У нас хоть раньше жгли мужчины, а теперь же не разрешают штрафой. Штраф. Сказали 5 тысяч будет за то, что. Ну что еще. И все. А куча растет. А вот еще АКНС-ка у нас теперь работает через день. Воду, это, канализацию откачивают через день. Чего-то там сократили всех людей на канализации. Водоканали всех людей сократили. А кто у нас будет работать, не знаю. Ну короче, просьба от всех от нас. Чтоб... Да. Чтоб...